ГТО – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных, спортивных организациях в СССР, которая была основополагающей в единой системе патриотического воспитания молодежи и всесторонне поддерживалась государством. Программа существовала с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В этом году президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». Торжественное построение в зале детско-юношеской спортивной школы «Энергия» возвестило о начале очень значимого не только для города, но и всей России мероприятия. Мы сейчас организовали тестовый центр, который находится на базе детско-юношеской спортивной школы, куда любой желающий может подать свою заявку и в определенный день, который определяет тестовый центр, их сдать. В настоящий момент мы сейчас принимаем в городе тесты среди категории возрастной 25-29 лет. Вообще 11 ступеней в комплексе ГТО. Самые младшие – это от 6 лет, и самые старшие – это 70-летние люди. Заводчане, педагоги, медики, сотрудники социальной сферы первыми на призыв пройти тестирование откликнулись молодые тренеры спортивных секций. Сегодня я отжималась, также я бегала 100 метров, 60 и 30. Ну и какой результат? Ну я для себя считаю хорошо, потому что я как бы тренируюсь, но редко сейчас, больше уделяю внимание детям. Это надо для поддержания спортивных традиций, потому что раньше этим все занимались, для защиты страны, поддержать себя как в спортивном плане, так и в профессиональном. Попробовать себя на прочность решили многие. Например, на золотой значок женщине нужно отжаться от низкой перекладины 12 раз, а на серебряной – 10. Только за первый час с начала тестирования нормы ГТО сдало 20 молодых людей. Сегодня мы пришли всем коллективам в энергию для сдачи нормы ГТО. Всем коллективам КОСУ номер 4, участвуя в этом мероприятии, мы хотим дать пример всем жителям округа Мурома. Это в первую очередь для здорового образа жизни и готовности к чрезвычайным ситуациям. Мы за Муром, у нас 5 человек. Это мне нужно для поддержания тонуса. Готов к труду и обороне. В дальнейшем нормы ГТО можно будет сдать и в других пунктах. Впереди – зимние виды спорта. Если сейчас в осеннее, летнее время здесь принимаются в основном беговые, то в зимнее время это более, так скажем, силовые и зимние виды спорта. Сегодня у нас давали это бег 30, 60, 100 метров. Женщины 1 километр, мужчины 2 километра. Это челночный бег, подтягивания у мужчин, жим гири 16 килограмм. И у женщин это отжимание. Каждый сможет узнать о том, в какой физической форме он находится, для того, чтобы по-настоящему быть готовым к труду и обороне своей страны. Так, 10 октября специально для жителей микрорайона Вербовской сдать нормы ГТО можно будет на стадионе Верба. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.